Мы продолжаем нашу программу. Анна Шамбадал, Марина Гес, программа «Наше утро». Если, допустим, вы включили телевизор, не понимаете, что же это за программа такая, две прекрасные девушки. Да, и обычно в этой программе мы рассказываем, что интересного происходит у нас в регионе. Но на данный момент я готова исполнить композицию «Вагончик тронется, вагончик тронется». Совсем скоро у нас в Челябинске появится 30 вагонов, но на данный момент уже привезли 8 новых трамваев, представляете, и мы скоро с вами будем их тестировать. Привезены они из Усть-Катавского вагоностроительного завода. И, как рассказывают, что их везут, оказывается, без бамперов и только приемников для того, чтобы они приехали в целости и сохранности. Да, для того, чтобы они не поцарапались и доехали для нас. Ну и с нами на связи Александр Егоров, заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской. Области. Мы сейчас с ним обо всем поговорим. Александр Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, когда новые трамваи, ну вот в частности 8 штук, будут уже курсировать по городу? Новый, правый, 8 трамваев приехали на территорию депо. Еще два мы ожидаем до начала сентября. Сейчас ведутся кладочные работы, отрабатывается дизайн-код, новая левре будет наклеена на вагон. После этого в сентябре они выйдут на маршрут. А как вот проходила какая-то техническая обработка, может быть, их обкатка, как это называется? Да, примерно два дня необходимо на проведение таких обкаточных работ. Обязательно необходимо повышение квалификации персонала, потому что трамваи все-таки с новым современным управлением, и не все вагоновожатые ездили вообще на такой своей жизни, понимаете? Поэтому провели инструктаж 20 водителей, то есть у нас сейчас водительский состав полностью готов к выходу на линию. А тяжело это было им или нет? Вот обратная связь какая-то была с водителями? Да, насколько это вообще сложно управлять новым трамваем? В целом не сложно, технологии улучшаются, поэтому с каждым разом все проще и проще. Куча электроники, куча кнопок, размоков, системы управления. Поэтому такая модель уже в Челябинске существует. На самом деле один такой трамвай похожий комплектации есть. Поэтому большинство водителей несложно перестроиться. Какие они красивые! Ну а если даже водителю сложно управлять, ну нужно перестроиться немножечко, расскажите, чем оснащены будут новые трамваи? Именно для пассажиров чем это будет лучше? Ну самое главное это кондиционер. Будет выводиться температура на внешне и внутренне, на экран. С этим во всех городах сейчас, особенно в городах с сильным солнцем, большие проблемы. Поэтому мы делаем транспорт, весь транспорт и трамвай, и новые автобусы, которые в этом году тоже 150 штук придут. Все были оборудованы кондиционером. Ну и все современные вещи, это Wi-Fi, USB-розетки. Самое главное еще, что есть низкопольная секция, куда инвалиды, маломобильные граждане могут упасть в этот трамвай. Хорошо. А сиденье с подогревом? Климат-контроль. Да, климат-контроль в целом в вагоне на высшем уровне. И сиденье с подогревом, там местами, да, конечно, тоже. Ого, ничего себе. Да, я просто помню, когда маленькие были, мы с бабушкой заходили в трамваи, и сразу зимой особенно ищешь, где тепленькое сиденье. А вот скажите, пожалуйста, на каких маршрутах будут курсировать вот эти вот первые трамваи, которые прибыли? Маршруты на текущий момент определяются. Мы планируем укрепить маршруты, которые будут охватывать максимальное количество жителей. Пока не стоит секрет. Александр Васильевич, скажите, пожалуйста, а когда все остальные прибудут трамваи? По контракту все остальные вагоны, еще 20 штук до 30, прибудут до конца этого года. До конца года. Так это уже совсем скоро. А вообще, сколько нужно заменить трамваев, чтобы поменять вот этот трамвайный парк полностью? Ну, всего у нас сейчас кутирует 167 трамваев ежедневно на линии. Поэтому нужно, конечно, комплексно подойти к этому вопросу. 30 вагонов – это лишь первый шажок, так сказать, на встречу. Ну да, одна пятая. Участвует во всех федеральных программах, каких только можно. Сейчас получим все необходимые заявки, чтобы, ну, там, год, как минимум, не знаю, 40 вагонов купать и обновить весь парк, которые забирают шагов. Спасибо вам огромное. Вы знаете, многие наши телезрители, сейчас слушая вас, уже благодарят вас. Они уже вышли на остановку и смотрят, да, может быть, новый трамвай поедет. Напомню, что с нами на связи был Александр Егоров, заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Ну, это действительно хорошо, и то, что трамваи будут. Вот все для людей. Конечно. Все для людей. Когда будет очень удобно, можно будет и вай-фаем попользоваться, и не будет тебе ни жарко, ни холодно. Это огромнейшие плюсы. Ну, а сейчас я предлагаю отправиться в зоопарк и в нашей рубрике «Живой репортаж» поговорить. Перебрать полоски и зебры. Пересчитать, сколько их там.